В эфире телеканала Алматы программа «Вечерний прайм». В этой студии мы обсуждаем темы, которые волнуют, если не каждого, то многих. Я Дили Мухаммеджанова и сегодня мы поговорим о благоустройстве Алматы. Гость студии Наталья Левинская, директор центра урбанистики. Для разговора у нас будет 20 минут. Наталья Игоревна, добрый вечер. Я очень рада вас видеть в нашей студии. И в первую очередь я, конечно, хочу спросить вас вот о чем. Наш город хотят превратить в комфортный город для людей, да, так мы его называем сейчас. И одна из главных целей дальнейшего развития мегаполиса – это вот как раз-таки привнести этот комфорт. Мы уже видим результаты работы, совершенно очевидные. Не могу не спросить, дальнейшие будут какие планы? Ну, планы, на самом деле, на этот год уже достаточно большие. Мы не раз говорили про них. И, если честно, мне кажется, то в этом году, наверное, будет масштабнее и интереснее работа в целом, потому что помимо пешеходных улиц и как раз благоустройства пространства для пешеходов, оно будет таким же примерно, как и в прошлом году, но также еще есть в планах реконструкции, капитальное изменение, преобразование парковых территорий. И если мы говорим вообще про общественные пространства, то это как раз те места, где люди и должны находиться, там, где им было бы комфортно. Соответственно, сейчас таким вот идет большая работа по планированию и большая работа именно подготовительная перед тем, как начать делать вот эти общественные пространства и где они должны быть, ведется учет, и как-то соединяются планы Акиматов всех и центральных, и районных, соединяются и делается уже в дальнейшем. То есть есть такая цель большая и глобальная, но и хорошая о том, чтобы создать некую сеть пешеходную, в которой там… То есть они каким-то образом будут соединяться, я правильно понимаю, то, что мы видим сегодня. Это у нас улица Панфилова, которая стала пешеходной, да, она перетекает в Арбат, в улицу Жубик-Жолы. Верно, потом там, получается, идя по Панфилову, ты можешь пройтись, получается, и на площадь дойти. То есть здесь создается ровно такая же система, и то есть она не будет только сконцентрирована в одном месте, она должна быть, то есть распространяться вообще по всему городу, по всему пространству. Вот этому и сейчас, вот, например, помимо таких… Мы для себя разделили о том, что есть большие улицы, они сосредоточены в историческом центре, это будет пять улиц. Это проспекты Дасты, Кабая, Аблайхана, будет также еще Назарбаева, и еще небольшой кусочек на Жильдоксан, совсем небольшой, от Сатпаева до Абая, но для того, чтобы соединить те общественные пространства, которые есть сейчас. Ну и нельзя… Ну мы уже видели эскизы, да? Верно. Уже выставлены эскизы как раз-таки вот этих улиц на всеобщее обсуждение. Верно. И можно даже проголосовать. Проголосовать, прокомментировать, а сейчас вот можно еще, пока небольшой отрезок времени еще есть для того, чтобы внести какие-то корректировки в сам проект. А когда, на какой период уже запланированы работы? Ну, работы в летний период будут, конечно, делаться, потому что мы понимаем, что как раз тот трафик вообще автомобильного потока, он снизится, будет немножечко легче, потому что и это период отпусков, будет меньше людей. И каникул. И сад, верно. Поэтому будет лето. А вот, наверное, алматинцы уже должны заранее подготовиться к каким-то неудобствам вынужденным, временным. Верно. Верно. На самом деле, конечно, будет неудобно. Но мы всегда любим такой пример, на самом деле, это как вот отремонтировать, сделать ремонт в своей квартире. Чуть-чуть нужно потерпеть, а потом довольствоваться тем вот прекрасным явлением, которое произойдет. Ну да, мы результат уже видим подобный, поэтому, я думаю, мы перетерпим. На одной из встреч с общественностью города вы говорили, что проводится большая работа по изменению вот именно парков. Расскажите о том, что именно мы увидим в реконструкции парков. Какой-то новый вид они обретут, какая-то новая обрезка будет. Может быть, это будут какие-то вот совершенно потрясающие лавочки, которые сегодня в городе уже появляются. Да. Ну, верно вы говорите про очень многие вещи, которые будут касаться именно парков. Но мы пытались подойти, на самом деле, вот к проектированию и вообще к самым проектам, к самим территориям с разных многих точек. То есть, например, это, во-первых, анализ территории. Это для понимания самой территории, для обеспечения доступности тротуаров к парку. То есть, здесь же мы также смотрели очень важный такой момент, когда мы спрашивали именно жителей, ту целевую, первую целевую аудиторию, которая проживает рядом этих парков, чтобы они хотели там видеть. То есть, мы провели... Замечательная инициатива. Мы до этого совместно с управлением архитектуры, природных ресурсов в прошлом году, в январе месяце, это уже там чуть больше года, мы проводили, получается, мастерские, где разрабатывали некую концепцию, как дальше и что будет дальше в 22 парках. Вот на основе вот этих 22 концепций сейчас и ведется работа. То есть, в прошлом году был проделан текущий ремонт 8 парков, в этом году будет такой капитальный ремонт 8 парков. И что, если там будет, то мы должны обязательно говорить и учитывать то мнение, которое жители, и мы сейчас вместо... Ну, это вот, я повторюсь, замечательная инициатива, и более того, эскизы, которые опубликованы так же, за них можно проголосовать, да, на определенном сайте. А что за сайт? Это официальный сайт управления архитектурой, и они вот как раз выставляют, получается, те проекты, которые есть, для того, чтобы вот и обратно, ну, то есть уже массово услышать ту обратную связь от жителей, чтобы и учесть их мнение. Поэтому и очень многие вещи, на самом деле, были уже спроектированы. И мы говорим как раз про то, что была такая обратная связь, нужна такая лавочка или такая, например, лавочка, да, мы там берем во внимание мнение международных блогеров, да, например, вот российский блогер Варламов, который приезжал и говорил. Да, нашумел. Да, нашумел. И правда, вы сейчас говорите, его тоже учитываются какие-то рекомендации? Да, конечно, конечно. То есть он говорил вещи, например, которые он проговаривал, и которые действительно потом прошумели, например, да, мы их сейчас здесь тоже в этих проектах учитываются. Это также и к улицам и относятся, либо к паркам. То есть мы пытаемся максимально зациклить вот этот вот и модернизировать сами процессы и процессы строительства, да, потом в дальнейшем. Поэтому очень много и будет вещей, которые там... Пример про то, что вы говорите, что конкретно там будет. Да, потому что если сегодня мы видим результат такой проделанной большой работы, то, я правильно понимаю, будет продолжено в этом же направлении. Мы делаем город для пешеходов, для людей. Верно, верно. Ну, здесь еще просто такая ремарка, наверное, хочется сказать, что мы это, ну, не только там центр урбанистики, да, на самом деле сюда вовлекаются абсолютно практически, мне кажется, каждый сотрудник и всех структур Акимата, и вообще районных, и кого только можно, мне кажется, очень... Все неравнодушные. Абсолютно. И самое интересное, что есть даже такие моменты, когда сами жители выходят, например, в процесс строительства и строят, например, уже вместе со строителями. Например, у нас был такой гениальный случай, если честно, и хочется, чтобы он на самом деле жил и процветал, когда был... По улице Байзакова мы делали ремонт парку небольшому, он так назывался, Красный парк, и там есть элементы именно красного цвета, и получилось так, что жительница, она действительно была настолько вовлечена в процесс, что строители зачастую там звонили и говорили там, например, «Надежда, а подскажите, вот цветочек вот так поставите?» То есть они с ней персонально советовались? Да, у них был отдельный вот чат в WhatsApp. Это удивительно. И они на самом деле, мне кажется, это просто был такой здоровский прецедент, когда вот можно действительно кооперироваться и что-то делать. А можно обратиться в Центр урбанистики и выразить какие-то свои соображения касательно отдельных улиц? Вообще, что за такая структура, что за организация Центра урбанистики? Центр урбанистики вообще входит в такой центр развития города Алматы. И у нас есть несколько, много проектов, таких капитальных, которые именно собирают мнение, например, куда вы можете обратиться, мы уже это берем в работу. Это можно к нам напрямую. Обратиться? Да, абсолютно. Я сейчас быстро говорю, какие механизмы? Это сайты, это телефоны, сотовые телефоны, соцсети. Сегодня это, наверное, социальные сети в первую очередь. Да, это вообще огромнейший механизм, который мы используем. Это также, хотелось бы, наверное, сказать, и мы сейчас это активно тоже в работу принимаем, есть проект Open Алматы тоже от Центра развития Алматы. И вот оттуда мы действительно тоже берем именно такую хорошую выборку, например, тех рекомендаций, которые нужно учитывать в благоустройстве города, формировании комфортной среды. И это иногда вот мы сегодня просто смотрели этот анализ, и там мы начали вообще от рыков и закончили просто табличками примерно пожелания, какая бы система навигации могла бы быть там в тех же парках, если честно, и в городе. То есть мы как получаем просьбы, и их анализируем, также и предложения, и уже их тоже учитываем в дальнейших работах. Ну, конечно, это все отрадно, действительно, что учитывается мнение алматинцев. Вот касательно как раз-таки, хотелось бы немножко детальнее вернуться к вопросу тех же самых парков, пешеходных улиц. Все-таки какие улицы будут пешеходными в Алматы? Знаете, я не могу вам сейчас ответить, конкретно какие улицы будут пешеходными. Но в принципе, наверное, нужно понимать, что каждая улица должна быть пешеходной. Давайте исходить уже из этого. То есть сейчас, с чем вот мы немножечко столкнулись, есть понимание о том, что город это, наверное, больше, наверное, это вот здания, дороги, деревья, например, машины. Но город-то в первую очередь живет от того, что там живут люди. И вот всю сейчас инфраструктуру как раз мы подводим вот к тому, чтобы были везде тротуары, чтобы были условия для того, чтобы было там комфортно ходить на самом деле. А вот эта европейская инициатива срезать деревья, скажем, выше уровня, да, привычного, выше привычного нам уровня. Здесь нужно подходить тоже чуть-чуть не так, что все, ко всем деревьям делаем, поднимаем крону. Ведь это же, да, не подойдет, когда абсолютно все породы. Конечно, конечно, и это понимается и посмотрится. То есть если дерево действительно кривое, то нужно ветки поднять. Да, конечно, хочется, чтобы все, ну, там, идя по тротуару, у тебя была перспектива вперед. И, конечно, для этого... Это делается, наверное, для того, чтобы был обзор. Да, верно, верно. И как раз для того, чтобы вот ты шел и видел вот это всего. Зачастую, например, вот, если особенно вернемся на улицу Аблайхана, есть... мы никогда не замечаем там невероятной красоты здания. И там есть такие вещи, которые мы в жизни бы не обратили, потому что они действительно закрыты деревьями. Здесь я не подразумеваю, конечно, что нужно снести деревья, ну, так их чуть-чуть почистить, возможно, да, там, веточки внизу поднять, либо же ее как-то сделать формовку. И тогда она действительно откроется. И мы сможем просто действительно наблюдать какие-то вещи. Это примерно такой же был подход вот и на той же Панфилова улице, и на Кабанбай-Батыра, когда, да, действительно поднимали ветки нижние, то есть их срезали. И где там, если это была большущая, там, например, там, основная ветка, то, естественно, ее не срезали. А те маленькие, которые растут, то они действительно убирались. Ну, и у нас открылись фасады зданий. Мы на здание начали смотреть немножечко с другой точки зрения. И действительно мы там слышим в определенный момент, что вау, у нас появилось вот такое здание, на которое мы никогда не обращали внимания. Меня, конечно, безусловно, как жителя нашего города радует то, как позитивно меняется Алматы, что действительно, наконец-то, есть такое понятие, как учитывать архитектурные особенности города, да, а не застраивать его в каком-то хаотичном порядке. Вот. И я знаю, что одним из таких знаменательных нововведений, касающихся внешнего опыта нашего города, является введение так называемого дизайн-кода. Что это такое? Дизайн-код. Это некие требования, правила, наверное, да, больше сказать, к фасаду здания. То есть это касается в первую очередь рекламы. То есть если мы посмотрим на здание, у нас он налеплено разными цветами краски. Это вот как раз для того, чтобы не было вот этого хаоса, чтобы были четкие правила, как это нужно, например, размещать информацию. Это правило относится еще и к цветовой гамме здания, что можно, какие витрины должны быть, да, то есть дома должны к себе располагать. И поэтому вот это как раз такие вот, я говорю, правда, не сколько коды, да, закодированные, но это правило для того, чтобы оформлять. Это единый стиль. Верно. Единый стиль для всего города. Для всего абсолютно. Хотя можно разделить, или нет у нас такого разделения по районам, скажем, или... Мы поделили немножко работу, действительно, и сейчас первым этапом, то есть мы ее разделили на три этапа. Первый этап, это сейчас мы сделали такое... Для центральной части города, а потом как ареалом она должна распространяться на другие. Ну, то есть, соответственно, мы понимаем, что город, он же нетипичный, только вот как бы в одном месте. Да, 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 он ведь везде разный. Да, и поэтому, то есть, архитекторы пошли вообще абсолютно таким трудоемким путем, когда они каждому зданию дают свой код, дают свою там, ну, определенную цветовую гамму. Делится это по районам, по улицам. То есть это вот применяется ко всему, что касается экстерьера дизайна, да, это там урны также, лавочки о том, что примерно на каком расстоянии они должны стоять. То есть все продумано до деталей. Да, ну, поэтому это вот такая большая работа, и она разделена, вот, правда, на три этапа, и, скорее всего, это где-то, ну, займет достаточно много времени, около трех лет, на самом деле, для того, чтобы это вот подойти вот таким вот подходом и уже сформировать конкретные какие-то вещи. Ну, Наталья Игорюна, я знаю, что, в общем-то, мы не только центр, да, будем задействовать. То есть, ну, а пока мы двигаемся от центра... К остальным районам, действительно. И вот в первую очередь же и началось именно вот по две улицы в каждом районе благоустройство для того, чтобы вот создавать, начинать создавать вот эти условия. И ровно так же будет это применяться и с дизайн-кодом, и со всеми вещами. То есть это будет такое приемное. Сначала оно будет тестироваться в определенной, то есть посмотреть, где, что, как это делается, и потом это уже будет распространяться. Не могу не спросить, да, все-таки за основу, какие примеры берутся именно зарубежных городов, дальнего зарубежья? Знаете, это так же нельзя типично сказать. Вот мы, например, для улиц... Что-то взяли из Лондона, да что-то там из Франкфурта. Да, на самом деле, в основном, конечно, подходы у всех разные, но идея, она одна. Да, естественно, мы смотрим, с кем наладили связь у них, с ними консультируемся. И что у них было, где были минусы, где были плюсы, например. Мы проговариваем, зачастую это бывает, мы смотрим на московские примеры, потому что у них тоже идет достаточно большая масштабная реконструкция тех же улиц и вообще общественных пространств. И у нас есть своя небольшая история, у нас есть специфика, чем мы похожи. Поэтому мы зачастую смотрим, какие были допущены у них ошибки. Если же мы говорим про Европу, мы немножечко с ними разные во времени. У них подобные реконструкции городов, они были достаточно давно. То есть, в общем-то, не пример для подражания? Ну, например, но это нельзя вот так шаблонно взять и сказать, все, вот пример Копенгагена должен быть у нас в Алмате. Абсолютно нет. То есть здесь что-то можно применить, что-то нельзя. Например, когда приезжают сотрудники гейл-архитекции, которые разработали концепцию на пути к комфортному городу в Алмате. И когда мы садимся, зачастую они дают комментарии к проектам, где-то их просматривают, те вещи, и мы обсуждаем, как мы эти все вещи можем посадить действительно на местность. Поскольку они применимы здесь. Да, да. То есть они вот сейчас уже прочувствовали, так сказать, контекст алматинский и уже дают те вещи, которые действительно к нам адаптивны. И вот у нас в процессе... Мне кажется, самое главное все-таки это сохранить целостность и дух нашего города. Потому что он действительно особенный. И я, конечно, безмерно буду рада, если все, абсолютно все изменения пойдут только на благо. Но, в общем-то, я в этом не сомневаюсь, потому что видим уже предварительный результат. Верно, верно. Но на самом деле иногда ты выходишь на Панфилова, и ты просто понимаешь, что просто в течение рабочего дня здесь люди ходят, и люди доказали уже ногами ту территорию, которая была сделана на самом деле. Поэтому вот такие вот вещи уже будут дальше распространяться. И я думаю, что получится сохранить образ. Я более чем уверена. Атмосферу Алматы. Тем более, кстати говоря, напоследок буквально остается несколько минут. Две минуты у нас остаются, мне подсказывают. Велодорожки. Продолжится работа по их прокладке? Продолжится работа. И в этом году уже достаточно будет тоже большая проделана работа. И мы вот сейчас проговариваем. Недавно в пятницу, мы готовились, видимо, к эфиру, на самом деле, да, но невзначайно. Вот мы в пятницу сажали вместе, получается, велосипедистов, управления транспортом, так как они будут проводить работу в этом году по велодорожкам. Мы сидели, смотрели проекты, давали какие-то комментарии, рекомендации, делали как раз цепочку. Опять же, тоже соединяли существующие велодорожки с их проектами. То есть ведется работа. Вот этот останется. Мы соединяем все пешеходные зоны города, мы соединяем все велодорожки. Верно. То есть мы уже как-то опробировали велосипедные дорожки, что там, теперь мы их выносим на проезжую часть, отделяем их от проезжей тротуарных частей. То есть будет работа огромная. Благодарю, Наталья Игоревна. Спасибо вам. Думаю, это действительно полезный разговор для всех жителей нашего города, для гостей нашего города. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. Рады. Будем действительно, если будут, обращаться и говорить про то, что нужно сделать, улучшить. Мы с огромным удовольствием. Спасибо, что пригласили. Алматинцы и жители нашего города, не оставайтесь равнодушными. Наша программа на этом подошла к концу. В гостях у нас сегодня была Наталья Левинская, директор Центра урбанистики. Наша программа на этом подошла к концу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова